В Волгограде состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан, призванных из запаса. Многие из них прибыли в военкоматы по собственному желанию, не дожидаясь повестки. Впереди мужчин прохождения курса подготовки на полигонах и в учебных центрах Южного военного округа. А после будущим механиком-водителем, оператором-наводчиком, командиром боевых машин пехоты, танков и бронетранспортеров, в составе взводов, рот и батальонов, предстоит боевое слаживание и отработка тактических действий. Подробнее расскажет Екатерина Кудряшова. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Пока еще в гражданском, но уже сплоченные единым желанием, мобилизованные выполняют приказы командования. Впереди прохождение подготовки по военно-учетным специальностям и этап притирки, обучение согласованным действиям в составе своих подразделений. Есть настрой, есть дух, есть волгоградская земля, есть защита, есть примеры. И то, что воспитывалось здесь и вкладывалось в наших жителей, нашими прадедами и истории нашей области, оно сегодня, вот мы видим, дает свой положительный результат. И люди готовы пойти на защиту нашей Родины. Для волгоградца Владимира Пешкова стоять в строю не в новинку. Срочную службу старший разведчик проходил в составе 10-й отдельной бригады спецназначения ГРУ. Недавно получил повестку. К выполнению поставленных задач готов. Только вперед, как говорится, фашисты будут уничтожены. Боевой настрой. Как говорится, Родина зовет им и значит так надо. Дмитрий, не встроив, не дожидаясь повестки, пришел военкомат сам. Два года отслужил в ракетных войсках в Копьяре. Признается, вставать на защиту рубежей родной страны не страшно. Дома ждет надежный тыл. Жена плачет до сих пор, она провожала. А мы все рады. Мы знаем, за что идем. Надо, надо. Среди иммобилизованных и те, кто приехал из районов области, с родными уже попрощались, но в свободную минутку не расставались с телефонами, чтобы снова услышать родной голос и слова поддержки. Мам, я тебя люблю. Ирка, я тебя тоже люблю. Брат Андрюха. Во все времена боевой дух русских воинов укрепляла вера. Перед отправкой в учебный центр Святой Водой военнослужащих окропил отец Георгий Лазарев. Военнослужащий в отставке – единственный полковой священник Волгоградской области. Родина Мать. И вот мы ее должны защитить от всех видимых, невидимых врагов. Русско-православная церковь молится о воинах. Еще молится о богохранимой стране нашей российской властей и воинстве. До тихой безголвной жития пожит во всяком благочестии и чистоте. Александр Струков приехал к военнослужащим с напутствием от их старших товарищей – ветеранов. Я вас прошу с честью и достоинством – это не дежурная фраза – с честью и достоинством – выполнить воинский долг. Вас ждут живыми и невредимыми, все вернутся домой в полном здравии, закаленными, выполнив поставленные боевые задачи. Есть такая профессия – родину защищать. И волгоградские военнослужащие к этому готовы. Их верные соратники – мужество, сила духа, воинская доблесть и преданность России. Екатерина Кудряшова и Виталий Грещенко. Время новостей.